ребят всем привет начинается у нас с супругой история по приобретению духового шкафа мы живем в новостройке и сами знаете что бюджетный ремонт он и есть бюджетный ремонт у нас просто плита газовая а духовка вообще одно только название то есть у меня супруга там пиццу или пироги например с утра туда в духовой шкаф этот ставит духовку капец только к вечеру вынимает это бывает они не пропекутся короче такая шляпа это просто ну все уже невозможно ей хочется готовить что-нибудь вкусненькое там детям всякие печеньки так что начинаем искать себе духовой шкаф 3d конвекция можно два блюда на времена готовить независимо если вы есть два блюда у самсунгов сборка таиланд там где перегородка здесь этого не ну да 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 то там нас вообще то есть здесь может здесь сама очистка так тут все есть а сама очистка какая каталитическая 3 сказали дались особенно мясо готовит почему-то кружево ведет циркуляция горячего воздуха при работе конвекции вот я вся задняя стенка будь все оборачиваю все нормально каталитические что их менять не надо это не меняется беру ли сейчас мало делать вариант да там в районе 500 градусов тоже выставляет там немножко карьер ну там еще и спец мебель надо и отдельную проводку и там куча куча всего это сам оптимальный вариант такой беленькую а вот вот этот на листик вот это здесь черный там белый кто-то боятся что там будет надписи удаляться до со временем стираться так ладно потому что в этот зовем здесь также что здесь и будете выставлять здесь видите режим теперь обнаружить не более точный потоку здесь более точно здесь на самом дисплеечку будто отображен шкала шаг 5 градусов поэтому если любит готовить для выдачи это для них они с грилем любое используется малый большой например какие там вертел докупить зачем у вас так идет циркуляция горячего вот так вот положили грубо говоря да вот на решетку там курицу не на там ребрышки что там будете готовить противешок вниз чтобы дам жир стекала так далее и все включайте режим все идет горячий воздух оставляйте режим вот такого плана все можно сверху жарится идет циркуляция со всех сторон будут вас румяная курочка если на решетку положить таймер включения таймер выключения все это есть подогрев луковки а уход поинта тоже таймер включения выключения тоже а подсветка у них какая она постоянно горит или она при работе духовки да а там обычная лампа накаливание короче выбора капец достаточно что хотите то и берите но везде свои минусы есть сейчас у продавец сказал короче мы становились на больше чем еще выбрали ход point арестон горение не особо советуют хайр ханса тоже до в четырех магазинах были говорят но горение ханса хайр ну так лучше не надо у них способ приготовления совсем другой ход point арестон тут же bosch но сименс и самсунги они на порядок дороже поэтому мы даже не смотрим у нас предел 30 тысяч в этом плане мы смотрим вот мы вчера были вам видео там парень не сказать что он все наизусть знает там он даже не по компьютеру читал вот у нас ну капец убедил на хонпоинт арестон там что-то 30 с небольшим тысяч и он сейчас по скидке по акции да а без акции он там 42 что ли стоит и короче сейчас мы едем опять к нему посмотрим возможно там будет другой консультант посмотрим что он нам посоветует скорее всего мы хонпоинт и закажем проще столько консультаций мы уже примерно поняли какая нам какой духовой шкаф нужен супруга уже все поняла чуть вот такая вот плазма своей флешка тоже торчит lg хорошая фирма короче следующая наша покупка 5190 дух с капец а двое на 73 стоит нормально что глаз сразу очки можем выписывать себе пойдемте ладно где направлечь она садика с двух сторон справа и слева конверсия дан как пронзывается конверсия вентилятор то что посередине конвекции то что посередине вентилятор подсветка обычная лампа потому что температура светодиод не позволяется за резинка чё ты трогаешь на нужно тупо прижимать вот так а здесь без доводчика сейчас мы попробуем а вот доводчик пошел что можете вообще какой лучше взять в пределах 30 тысяч то есть они есть попроще Есть большие дефункции, по качеству очень даже хорошие. Но вот эта модель куда сросла? Да, она очень хорошая. А вообще с чего у меня скидка пока? Да, просто сейчас намного на что скидочка. Периодически меняется. А вот хаэр, например, или горение? Ну, горение, кстати, не очень испортились. Хаэр, у нас очень маленький выбор хаэра. И, ну, очень часто приходят за арестованными, потому что, на самом деле, фильм достаточно известный. 10 лет у них гарантии на всех части. То есть, если у вас что-то там ломается, вам придется заплатить только за работу мастера. То есть, все запчасти на всех сетях. А это где-то прописывается о том, что 10 лет? Ну да, у вас будет буклетик, так сказать. А, в буклетик, в гарантийном талоне все будет, да? Ну, так-то гарантия у вас по чеку будет год. Вот. Остальное, то есть, у вас есть сельханчик в горячей линии, он у вас будет еще и когда... То есть, например, волнится стекло, да, у нас, вдруг, то нам его, ну, как бы... Да, просто. То есть, если вам нужно будет, как она, допустим, если вы ее закапите, позвоните по номеру горячей линии и зарегистрировать его. Короче, один минус в этой духовом шкафу, сейчас покажу. Я варочную панель поднимаю, смотрите. Здесь, видите, три провода. Фаза ноль и заземление. То есть, вилки самой здесь нету. Ее надо придется купить и подсоединить. Вот этот один минус, конечно, такой. А это минус, короче, супрявый. Нет, так-то не проблема, я просто думал всегда, что на технику должна быть вилка. Так что... Ну, это не проблема, подсоединим все, подключим. Вот такая вот сумма. Надо купить четыре поварешки. Короче, ребята, отошел подальше. Покупаем четыре поварешки и нам делают доставку бесплатно. И 32 720 рублей почему-то. Хотя сама духовой шкаф 32 990 стоит. Не знаю, что здесь такие за махинации, но, короче, чем дешевле, тем лучше. Так, ну все, 32 690, да? А там еще четвертый подарок или чего? Третий. Третий. А, три поварешки. Да, сколько там. Да, я не знаю, как разница, так-то. Третий, на четвертый от Догирах, там на 840 рублей вообще увеличится. Потому, что, в принципе, мы не хотели, наверное. Короче, с этим поварешками сама разбирайся, я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю, да? С товарешки. Ну, короче, так, мы заплатили 32 720 с доставкой и ничего не получили. а тут получили рейтинге 2690 и плюс 3 поварежки доставка уже как бы бесплатно а мы скажем а купил поварешки короче ребят опять я отошел с у меня не слышали как здесь все происходит короче полная сумма духового шкафа становится 32 690 в эту сумму входит бесплатная доставка скидка значит на духовой шкаф так он стоил 41 чем-то и мы еще забавок получаем 3 поварешки за 32 там 2 поварешки 1 лопатка что 32 690 вот это вся сумма вот ребят вот наши лопатки скидочные короче берем три лопатки и доставка бесплатно смотри думая на какие-то не знаю все все вот эти вот лопатки понятно что это фигня все вот мы купили эти лопатки там тоже доставка в принципе настолько настолько бы и вышло там только на 20 30 рублей по дороже в принципе лопатки тоже пригодится один поднимался до 30 килограмм ну да одному до 30 килограмм ну чё они понятно но ничего подняли вскрыли посмотрела да да то слиняет потом еще свечи а когда крышку открываешь резинка туда уплотнительную на комы магазине даже смотрели там она как-то хлипко даже стояла но они они тупо чтобы жар не выпускать что ли служит у меня вот на духовке на вот этого бесплатного и то резинка лучше чем вот на этой два доводчика а смысле внутри то ну да 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 направляющие ну ладно все домой придусь смотрю так ну вот доставили наш духовой шкаф вот он вот так вот выглядит выбрала супругах ход-поинт арестон если в гарантии на запчасти такой вот фасад у нее эта крутилка она туда не убирается она настраивает вот они все тут режимы я еще покажу когда мы подключим но чтобы подключить нам надо еще духовой шкаф сделать точнее не нам а мы будем заказывать его и выбрали мы итальянской сборки потому что китайской сборки вообще не хвалят они ломаются ну и другие сборки вам тоже не понравились вот все таки италии как-то больше доверяем так что ждем подключения а вот у нас еще здесь два противня решетка и две направляющие и так друзья все распаковали мы духовой шкаф вот наша тумба нам сделали на заказ знакомый короче в леруа за такую тумбу у нас потребовали 8000 рублей но там столешница узкая то есть не такая толстая это самая толстая что есть вот за это мы 2000 рублей дали так как по знакомству так что значит здесь мы сейчас духовой шкаф туда вставляем вот сам духовой шкаф хочу ваше внимание обратить на такую проблему смотрите вот этот провод итальянский то есть она сама итальянская ход поэт арестонт это духовка шкаф духовой вот родной провод он всего лишь метр в длину вилки на нем не было он был подключен вот здесь то есть я зафотка как было какой провод провод какому ну тут принципе и так понятно и он у нас не дотягивается до розетки розетка у нас получается вот духовой шкаф а вот розетка то есть тут надо три метра минимум пошли дальше какой момент то есть здесь у нас сейчас скажу вот смотрим три на полтора квадрата видно да три провода на полтора квадрата миллиметра квадратных вот такое сечение проводов нам надо для этого духового шкафа потому что это родной провод я пошел в магазин купил белый провод сечением полтора квадрата где он тут написан то вот он сейчас вот он три на полтора квадрата но обратите внимание на толщину проводов вот именно этот фактор нас супруга заставил купить другие провода вот этот провод гостовский поход да тут все по госту сделано вот это провод хоть и российский но здесь полтора раза меньше меди то есть он тоньше еще разок толщина проводов смотреть ну даже в невооруженным взглядом видно штука пиздец в итоге я пошел в другой магазин электрический купил два с половиной квадрата но хуже не будет потому что на полтора квадрата в магазине не было там только метр остался остаток я взял на два с половиной квадрата гостовский толщина проводов вот она вот сравните вот он слева итальянский родной а вот два с половиной квадрата наш гостовский провода одинаковые толщины так что будет здесь все окей вилку обычная на 16 ампер 250 вольт чтобы найти киловатт и на 16 можно 250 и будет по-моему то ли 4 то ли 5 киловатт наша духовка мощностью 3650 киловатта то есть все у нас все окей то есть провода я подобрал как надо сейчас соберу ее крышку заднюю поставлю еще такой момент важно чтобы розетки у вас были усиленные для таких бытовых приборов как духовой шкаф вот эта розетка у нас да в принципе все розетки у нас на кухне мы в новостройке живем на 25 ампер автомат 25 умножим на 220 будет 5 киловатт то есть до 5 киловатт бытовыми приборами пожалуйста можно втыкать и ничего не будет с ними ну лучше одновременно правда не включать несколько вот если духовой шкаф включили пусть он отработает до конца приготовить все надо и все выключить его такие вот моменты и что и в принципе все надо главное вот эти вот по провода знаете пусть я первый раз столкнулся с этим ну я побоялся с таким сечением с какими тонкими проводами включить просто подсоединить такой мощный прибор на 3650 киловатта на 3 на 365 киловатта вот так так что все давайте я сейчас соберу друзья кто самый внимательный я короче этот провод сейчас опять отсоединяю знаете почему после лоханулся подводится он здесь вот снизу здесь же крышка стоит вот это я его учета вот так вот подсоединил сейчас короче откручиваю запускаю вот в это отверстие и так все подключено провод вывели сделал как надо нужно отверстие ну что первое включение включаем культу все выставить время на подключили сейчас будем первый запуск и она сначала прокалить два часа на конвекция да называется до 180 градусов от 200 так направляющие оставил на 1 4 их у нас 4 направляющих то есть на двух уровнях у нас получается ну короче сейчас ждем два часа на проколиться все эти запахи новые выйдут не вставляем наши противни здесь у нас уже все для пиццы готово так ну все установили духовой шкаф произошел один косяк я сейчас вам картинки вставлю вы посмотрите у нас коридоре в автоматах написано что все розетки 24 ампера автомат автоматные до 24 ампера то есть все розетки на кухне но изначально я ставил вот в эту розетку где датчик подходит но у нас тут и микроволновка от этой розетки работает и спустя буквально сколько 35 минут вот мы ее включили на про калишу проколоть вы прокалить и буквально 35 минут она выключилась короче выбил автомат вот эта розетка по ходу маломощная розетки на 24 ампера это вот эти вот которые по бокам стоят значит вернемся духовой шкаф нужно прокалить в течение часа на 200 градусов супруга поставила все запах конечно шел капец ну новая вещь понятно теперь это все выветривается сейчас он такие вот вкусняшки у нас первое блюдо наш это пиццу приготовить супруга решила сразу одновременно два против нее поставить посмотреть как духовой шкаф себя поведет насколько хорошо он это приготовить и сколько как он справится с этим так сейчас супруга добавляет сыр но стекло кстати здесь горячего с этой стороны но теплая и очень удобно с направляющим с направляющих вынимать противень просто так вот берете пальчиком раз на себя и вот он выдвигается на телескопах на этих он пицца уже запекается бурлит уже поднимается сейчас сыром это все склеится но уже до духовой шкаф прям чувствуешь чувствуется что он прям идеально делает нежели вот это вот духовка которая у нас круть здесь просто на решеточке лежит противень а ты получается на паузу нажала что люди просто открыл и а а то есть вот ты сейчас открыла он получается жар то выпустил остывает и то есть ты когда закрываешь температуру он сам поднимет до нужной да и продолжить дальше готовить все готово то есть можно выключать ребята все получилось тут у супруги немножко края подгорели но она готовит меня изумительно это не по ее причине просто мы не ожидали что наш новый духовой шкаф так быстро приготовить пиццу мы привыкли вот к этой то вот которая с утра например вы блюдо ставите к вечеру только вынимайте этот буквально место 40 на сколько за 20 минут все приготовил капец мы просто не это не ожидали так что все ребятки теперь мы обмываем наш духовой шкаф забыл добавить что на обоих уровнях пицца приготовилась нет что одна что вторая одинаково шкаф ход ой то рис там как он подход point рестон офигенский мы не пожалели что его взяли вот этот шашлык мы должны были делать на речке но по обстоятельствам по некоторым у нас все изменилось поэтому шашлык он остался дома и мы не хотим терять этот момент и решили его сделать в духовке в нашей в новой сейчас только еще прочтем как правильно сделать шашлычок здесь и посмотрим получится у нас это блюдо или нет так значит мы поставили прямо на противне наш шашлык и включили гриль то есть весь сок будет капать у нас прямо фольгу вот в это вот стеклянное блюдце смотрите как нагрелся выставили автоматическую программу вот гриль прям вот уже дует горячий воздух на 20 минут пока поставили шашлык уже смотрите как зажаривается не на виду вам нет он уже прям беленький а пошло всего сколько пять минут получается как здесь духовка это вообще вещь ох ни фига си пахнула аж камера запотел власть оснастроилась вот это да смотрите какая красота друзья мясо изумительно вкусная и мягкая которая мы приготовили в духовом шкафу она совершенно ничем не отличается от того что вы приготовите на мангале у меня дочка за обе щеки даже уплетает очень вкусно так что покупайте духовые шкафы своим суп супругом или сами себе покупайте готовьте мы прям не пожалели о покупке всем пока и и